Это современная аллергология, только сейчас мы берем тему, достаточно далеко отстоящее от предыдущей пищевой аллергии, мы разбираем тему гены, инженерных биопрепаратов и их применения в лечении астмы у детей. И, конечно, здесь тоже есть очень много устоялшихся каких-то представлений, и многие наши коллеги почти постоянно задают одни и те же вопросы, поэтому мы решили эти вопросы с умиром, как и вот положение, которые сегодня и обсудим. Ну, чтобы вам было интереснее, мы опять разобьемся на две команды. Да, не поднимается язык представлять моих коллег как прокурора-адвоката, это или два прокурора, или два адвоката, например, это два адвоката, только каждый защищает свою правду. Вот, поэтому они будут как два адвоката в детского шапочка, адвокатских, но они поставят на трибунки. А я буду как судья, только я забыла парик такой, с гуглями. Поэтому могу просто сидеть со своими естественными волосами. Ну, если все готовы, тогда давайте начнем. Значит, сегодня у нас с вами такие вопросы для обсуждения. У нас понятно, что есть больные с тяжелой астмой, но есть ли среди них те, кто нуждается в лечении гено-ангенерных генетологических препаратов, а если нуждается вообще рассчитывая ли мы на эффект их использования, особенно, например, если вы все прекрасно это знаете, очень часто в качестве триггера или запускающего агента для очередного областырения астмы выступают острореспираторные инфекции. А тут мы с этой самой группой генетологические препараты. Еще один такой вопрос серьезный. А вообще, на самом деле, есть какие-то преимущества по сравнению с нашей любимой комбинацией ингаляционных стероидов плюс лицезон действующих ВТ-2 в организме и антидепетриевных препаратов в отношении воздействия именно на структурно-измененные бронхи у детей с астмой? Ну и, наконец, есть ли у нас достаточно оснований для того, чтобы говорить, что это не просто эффективно, но и безопасно в лечении астмы у детей? И все эти вопросы мы сегодня и отсудим. Ну, в двух углах нашего такого импровизированного, в того же симфодиума ринга, соответственно, два замечательных эксперта. Это профессор Могик и Нодиазик, представляющий Питерскую школу, аэлектрологию и федиатрия Бережного и Лена Александровна, представляющий Московскую школу. Посмотрим, насколько он не со слабым взглядом. Итак, миф номер один. Нет у нас проблемы лечения тяжело-неконтролируемой астмы? Нет. И вообще, мы не уверены. что на Луне кто-то был на самом деле, и что это не просто снято, а в каком-нибудь повелении. Итак, Геннадий Айскович, все ваши регионы на слайде. Пожалуйста. Спасибо большое, глубоуважаемый председатель, коллеги. Мы действительно столкнулись на сегодняшний день с эпидемией хронических респираторных неинфекционных заболеваний. Вы видите, почти миллиард людей страдает то или другой формы их. 300 миллионов из них страдает бронхиальной астмой. И по большому счёту у нас оптимизм в отношении увеличивающегося количества этих больных, страдающих в том числе и тяжёлых форм, в общем, не очень большой. К чему мы стремимся в лечении больных, страдающих астмой? Мы хотим добиться, достигнуть контроля и управления бронхиальной астмой. У нас прекрасные документы есть по этому поводу. Вы им хорошо, вам не все известны. Это документы глобальной стратегии по лечению и предотвращению заболевания астмой. У нас есть педиатрические чистые документы, у нас есть наши клинические рекомендации, согласно которым мы с вами и должны работать. И, конечно, это все документы, практически вот то, что я вам привожу, в конечном итоге 2015 года. Что они определяют? Они позволяют нам с вами оценить наших пациентов с точки зрения контроля за течением заболевания предпринять соответствующие меры для улучшения их состояния и достижения этого контроля. У нас отработаны очень чётко те критерии, по которым мы действуем. Это критерии когда-то были созданы на основе разработок Батмана, но в конечном итоге они выглядят на сегодняшний день следующим образом. Мы должны оценить дневные симптомы, мы должны посмотреть на количество приёма препаратов неотложной помощи больше, чем два раза в неделю. Мы должны посмотреть, есть ли ограничения физической активности у этого пациента. Ну и, соответственно, с ответами на эти вопросы мы оцениваем, контролируемое частичное или неконтролируемое состояние. В оценке цепени тяжести мы подходим на сегодняшний день тоже достаточно чётко и понятно. Мы как оцениваем её? Тяжесть оценивается ретроспективно по уровню терапии. Когда мы её оцениваем? Тогда, когда пациент получает эту терапию. Лёгкая степень тяжести хорошо контролируется на соответствующих ступенях. Что такое тяжёлая астма? Тяжёлая астма – это требующая четвёртая и пятая ступень, то есть средняя или высокая доза комбинированного препарата плюс какой-либо другой препарат, который позволит добиться ещё лучшего эффекта. У нас чётко отработаны ступени, по которым мы работаем. И эта тактика себя оправдывает. Мы действительно на сегодняшний день знаем, как поступать в той или другой клинической ситуации. У нас прекрасно есть препараты. Вот, посмотрите, это глюкокортикостероиды, которые были революционны в создании лечения таких больных. У них чётко отмечен эффект практически на любой фазе воспаления. Комбинация этого препарата с длительно действующим бета-2-агонистом ещё увеличивает этот эффект до той степени, что позволяет контролировать заболевание у большей части больных. Результаты этой терапии многолетней, которую мы проводим, приводят к тому, что у них уровень бронхиальной гиперреактивности, которые, по сути дела, и объясняют дальнейшим возможности рецидива заболевания и обострения его, становятся такими, как у здоровых. Это использование стандартных препаратов, которые мы используем для лечения этих больных. Есть много очень интересных исследований, которые показывают о том, что мы достигаем контроль, используя комбинированные препараты практически у 80% пациентов. Таким образом, если мы имеем больных с тяжёлой бронхиальной астмой или плохо контролируемых больных с бронхиальной астмой, мы у подавляющего большинства больных получаем эффект с помощью стандартно подобранной нами терапии. Да, лечить надо долго, никто не сомневается. Для детей и для взрослых понятно, что эта терапия не может быть рассчитана на какие-то короткие отрезки времени. Мы понимаем, что для взрослых это вообще пожизненная терапия. У детей, у которых отмечалось более лёгкое течение, возможны какие-то исходы при правильной терапии, формирование какой-то вот такой ремиссии. Но основная терапия рассчитана на годы, и во всех документах джинны чётко прописана, не нужно отменять эту терапию. Эта терапия должна быть пожизненной. Поэтому современные согласительные документы чётко регламентируют нашу тактику лечения. Современные препараты позволяют контролировать почти у всех больных течение заболевания. Детей, нуждающихся в использовании генно-инженерных препаратов, на сегодняшний день настолько казуистически мало, что, наверное, может быть, и нет смысла даже обсуждать это. Ничего себе! А у меня как-то не складывается такого ощущения. Каждый день практически приходят пациенты, которые рассказывают, что им никак не победить и не взять под контроль эту самую астму. Ирина Александровна, расскажите, что Вы думаете по этому поводу? На сегодняшний день, несомненно, эпидемия хронических заболеваний она захватила весь мир. Прогнозируется ещё более активный рост заболеваний к 2025 году. В Европе уже почти 30 миллионов человек страдают астмой. И очень-очень серьёзный вопрос – это то, что 2 трети больных с астмой и 50% с тяжёлой формы астмы имеют аллергическую форму. Около 10% больных с астмой имеют тяжёлое течение, которое достаточно трудно контролировать, несмотря на назначенную ингаляционную терапию. Да, как мы оцениваем степень тяжести астмы? Тяжёлая астма требует 4-5 ступень по GINI, как уже сказал Геннадий Азикович, по тем документам, которыми пользуемся и мы, нашими клиническими рекомендациями. На сегодняшний день очень интересный проект, который уже 5 лет как стартовал в Европе – iBiopred. Не могу о нём не сказать. Это проект, который позволит найти объективные маркёры, которые помогут нам больше узнать о тяжёлой астме, помогут изучить фенотипы и эндотипы астмы и получить новую информацию, идеи, которые могли бы привести к созданию новых эффективных методов. Такие пациенты есть в тяжёлой неконтролируемой астме. И та картинка, которую вы сейчас увидели, это рисунок девушки 17 лет, которая испытывает ежедневные затруднения, несмотря на то, что около 10 препаратов она вынуждена принимать для достижения контроля над астмой. Но даже на фоне этой терапии, даже на фоне ежемесячных визитов к пульмонологу, достичь контроля над астмой ей не удаётся. Вот таким рисунком она отобразила своё состояние. Мне кажется, это о многом говорит. На сегодняшний день определение тяжёлой астмы для взрослых – это терапия высокими дозами препаратов, это ступени 4-5. Это неконтролируемая астма, характеризующаяся плохим контролем сиптом, частыми или тяжёлыми обострениями. Контролируемая или неконтролируемая астма на высоких дозах ингаляционных глюкортикостероидов или даже оральные формы глюкортикостероидов с высоким риском побочных эффектов. На сегодняшний день у нас есть ещё такой важный документ, объединённый Американского таракального общества и Европейского респираторного общества, который также говорит нам о том, что тяжёлая астма есть, и он даёт нам определение, в соответствии с которым, конечно, мы понимаем, что такие пациенты есть, и неконтролируемой астмы достаточно много. На сегодняшний день ежедневные высокие дозы ингаляционных глюкортикостероидов назначаются достаточно часто. Флотикозонопропионат, высокая доза по флотикозонопропионату для возраста 6-12 лет – это более 500 микрограмм и более 1000 микрограмм для пациентов старше 12 лет. По фенотипам астмы, конечно, тяжёлая астма – это сложность контроля, достижения лечения. Но нужно помнить о том, что тяжёлая астма может быть контролируемой, а неконтролируемая астма – она не обязательно тяжёлая. На сегодняшний день контроли – это степень, с которой мы контролируем симптомы астмы или связанные с ней функции за счёт назначенной терапии. Как правильно дифференцировать неконтролируемую астму от тяжёлой? Тот документ, который Геннадий Азикович уже упомянул, чётко нам говорит об этом. Мы проверяем и технику ингаляции, и приверженность к лечению, подтверждаем диагноз астмы, если мы сомневаемся, если это необходимо, устраняем потенциальные факторы риска, оцениваем тяжесть сопутствующих заболеваний. Если необходимо, мы идём по ступени вверх. Но в случае, если мы перешли на ступень даже самую высшую, нам нужно подтвердить диагноз тяжёлой астмы. И если астма не контролируется на четвёртой ступени в течение 3-6 месяцев, нужно, конечно, подтвердить, что это реально тяжёлая астма, и она действительно неконтролируемая. На сегодняшний день процент пациентов с хорошо контролируемой и неконтролируемой астмой, по данным европейским, вы видите, что нет хорошего контроля у достаточно большого процента пациентов. При этом достигают хороший контроль даже меньше половины пациентов. Таким образом, по данным, по наблюдениям различных сообществ, мы видим, что на территории Российской Федерации более 54% пациентов не достигают контроля над астмой. В Соединённых Штатах Америки примерно те же цифры. Для Европы 51% неконтролируемой астмой и 21% частично контролируемой. Зачастую мы сталкиваемся с ситуацией, когда больные переоценивают свой контроль над астмой. Они считают, что они контролируют астму, но на самом деле это может быть не так. Это показало нам достаточно известное исследование, в котором 40% больных с неконтролируемой астмой действительно считали, что хорошо или полностью контролируют свою астму. Кроме того, в плане назначения ингаляционных глюкортикостероидов, назначая высокие дозы, повышая дозировку ингаляционных глюкортикостероидов, мы помним о том, что эффект достигается лишь до определённого уровня, и в дальнейшем повышение дозы базисной терапии именно ингаляционными глюкортикостероидами не приводит к увеличению эффекта. Ступенчатый подход для контроля симптомов, он, конечно, вам известен, и Геннадий Азикович уже говорил о нём, но на сегодняшний день анти-ЕГЕ лечение – это дополнительная базисная терапия, которая позволяет пациентам достичь контроля. Она рекомендуется для лечения больных с тяжёлой аллергической неконтролируемой астмой с четвёртой терапией и лечением. Эта рекомендация имеет уровень доказательности А. По данным, по международному консенсусу 2012 года, по консенсусу по астме, именно документу, который предназначен для детей, амолизума предполагается к назначению при средне-тяжёлой и тяжёлой астме неконтролируемой на третьей, четвёртой, пятой ступенях терапии. Конечно, у нас есть пациенты, у которых астма не контролируется. Почему это бывает? Отсутствие регулярного пересмотра базисной терапии. Это приводит к тому, что пациенты часто получают высокие и сверхвысокие дозы ингаляционных глюкортикостероидов. Иногда это происходит годами. Оценка уровня контроля часто проводится формально. И бывают такие ситуации, когда назначения не выполняются и показания к назначению не ставятся. Таким образом, мои выводы таковы, что на сегодняшний день современные согласительные документы чётко регламентируют позицию анти-ГЕ терапии в лечении детей с бронхиальной астмой. К сожалению, современные ингаляционные глюкортикостероиды даже в сочетании с другими препаратами позволяют контролировать астму, но не у всех детей с тяжёлой астмой. На сегодняшний день детей, нуждающихся в использовании генно-инженерной биологической терапии, достаточно. Но не всегда вовремя им назначается данная терапия. Услышали ваше мнение. Коллеги, у вас есть прекрасная возможность отдать свой голос одному из наших сегодняшних адвокатов. Я думаю, если вы захотите поддержать адвоката с нежным, женским, не знаю, как это имиджем, пожалуйста, поднимите розовую бумажку. Если всё-таки мы показались более убедительными аргументами, геннадяйте, поднимите голубую. Ну что ж, нетрудно увидеть, что большинство из вас считает, что всё-таки такие пациенты есть. Значит, слухи о том, что некого лечить генно-инженерно-биологическими препаратами очень сильно преувеличены. Тогда мы с вами присуждаем, собственно, победу за ответ на этот вопрос Ирина Викторовна Равни и перейдем к обсуждению следующего блока вопросов. У детей ведь есть разные пасмы или эндотипы, как теперь говорят, и в том числе есть очень большое количество детей, у которых пасмы провоцируются, запускаются и обоспеляются вирусами. Есть мнение, что 90% обосрения асмы связаны с вирусной инфекцией. Ну тогда получается, что у детей с вирусом дут коронавтом на значение анализуманного права и вообще есть ли жизнь для вас? Я не хочу сказать. Уважаемый председатель, спасибо большое за предоставленную возможность обсудить эту принципиально важную вещь. У нас действительно существуют различные фенотипы бронхиальной астмы и попытка отделения их хорошо известны. Когда-то мы говорили о возможности выделения Т-Хелперна второй зависимый и независимый фенотип. Документ Проктал в своё время нам подсказал о том, что есть так называемый вирус-индуцированный фенотип, когда у больных основным триггером в качестве фактора является вирусная инфекция. И это чётко по-белому было прописано в соответствующем нашем документе. Чаще мы сталкиваемся с сочетанием вирус-индуцированного и аллерген-индуцированного фенотипа. Но, как вы видите, вирус-индуцированный фенотип преобладает у детей бронхиальной астмой. В качестве фактора, который чаще всего вызывает обострение, как уже уважаемый председатель сегодня сказал, мы чаще всего видим и у детей, и у взрослых вирусную инфекцию. Примерно две трети обострений связанных у больных с бронхиальной астмой, связанных с респираторной вирусной инфекцией, они связаны с риновирусом. Существует определённая эпидемия вот этих обострений. Если проанализировать по годам, то, как вы видите, вот эти вспышки, они связаны в основном с эпидемией острых респираторных заболеваний в зимний период, извините, что и приводит к тому, что количество обращаемости в связи с обострением этого заболевания в стационары или к врачам существенно возрастает. Если у нас есть сочетание аллерген и вируса в качестве триггера, то, как вы понимаете, частота обращения будет существенно выше. Много проводилось разных исследований. А что нам делать? Ну, аллерген индуцированное воспаление понятно, а вот с вирусным воспалением как быть? Проводилось много разных исследований, в том числе и на добровольцах, где было показано, что и вирусная инфекция по своему механизму воздействия очень похожа на воздействие, связанное с аллергеном, потому что то аллергическое воспаление, которое и есть у больного, усиливается под влиянием этих вирусов. То есть, формируется тот же самый провоспалительный цитокин, который усиливает воспаление у больного, страдающих вирусной инфекцией. Так что же нам делать, если у него имеет место сочетание, например, аллерген индуцированного вируса индуцированного фенотипа, на это ответила прекрасная работа, которая показала нам, что увеличение дозы топических глюкокортикостероидов в такой ситуации существенно уменьшает обострение на фоне вирусной инфекции у этих больных. То есть, мы сможем оказать ему помощь и добиться контроля, лишь изменив ему эту терапию. Посмотрите, комбинация препаратов глюкокортикостероидов вместе с длительно действующими бета-2-органистами существенно увеличивают наши шансы добиться контроля на течение заболевания, если у больного имеет место вирус индуцированного фенотипа. Поэтому мы имеем высокую частоту вирус индуцированного фенотипа у детей с астмой, что существенно сужает круг пациентов, нуждающихся в анти-ИГЕ-терапии. Патогенетическое значение ИГЕ-антител у детей с вирус индуцированным фенотипом не доказано. И целесообразности в назначении анти-ИГЕ в такой ситуации какая? Зачем? Мы и так прекрасно справляемся. Как Вы хорошо все сформулировали. Пожалуй, Вы меня почти убедили. Ну, я так на всякий случай еще Елена Александровна послушаю. Совершенно верно, Геннадий Азикович. Конечно, вирус индуцированная астма, она есть, но большое количество пациентов это сенсибилизированные пациенты. И атопической астмы у нас достаточно много. Тяжесть обострения на фоне риновирусной инфекции зависит и от тяжести и уровня контроля над астмой. Такие исследования есть, и они четко об этом свидетельствуют. Цитокиновый профиль, индуцируемый в условиях инвива под влиянием риновирусов, он изменялся только у больных с астмой. Это также показало это исследование. Кроме того, у нас есть наблюдение, хорошо всем известный, эффект амолизумаба, антиегиотерапии и сезонное обострение астмы. И мы видим, насколько количество сезонных обострений на фоне использования амолизумаба, насколько они уменьшились. Кроме того, есть очень хорошие работы, которые выдвинули несколько гипотезов, а именно две предполагаемого механизма действия именно амолизумаба, антиегиотерапии при неатопической астме. Первая гипотеза свидетельствует о том, что локальная аллергия и локальный уровень ИГЕ у таких пациентов повышается, и антиегиотерапия позволяет снизить уровень местного локального уровня иммуноглобулина Е и таким образом уменьшить количество обострений у пациентов с неатопической астмой. Еще один предполагаемый механизм действия при неатопической астме, он также был выдвинут в этом же исследовании, в этой же публикации, он очень хорошо описан. Вторая гипотеза говорит о том, что, да, несомненно, у пациентов с неатопической астмой есть изменение иммунного ответа, и, собственно говоря, антивирусная активность достаточно снижена, при этом высокоафинный рецептор к иммуноглобулине Е достаточно повышен. При этом антиегиотерапия, которая назначается таким пациентам, она позволяет уменьшить количество обострений у таких больных с неатопической астмой, повысить антивирусную активность и снизив количество высокоафинного рецептора иммуноглобулина Е. Таким образом, я хочу сделать вывод, что дети с вирусиндуцированным фенотипом астмы также чувствительны к антиегиотерапии. Возможно, будут еще исследования, которые более четко позволят нам понять механизм действия, но на сегодняшний день доказано, что частота обострения астмы в ежегодные эпидемиологически неблагоприятные по респираторным инфекциям сезоны под влиянием антиегиотерапии четко снижается. Товарищи, давайте голосовать. Розовый за мнение Елены Александровны, голубой за мнение не наделяйся исключить, а вы должны мне помочь определиться с выбором. Поднимите, пожалуйста, выше, потому что мнения разделились. Мне надо пересчитать. Розовый Елена Александровна мнение. зеленый или желтый какой? Зелененький. Просто мне отсюда кажется, что он желтый, извините. За мнение Геннадия Алисовича. Да, примерно пополам. 48 на 54. 54 за Елена Александровна, 48 за Геннадия Алисовича. Но на самом деле действительно у нас есть эффект от применения анализумаба даже у пациента, где как будто бы очень выражена инфекционная компания. То есть помимо опыта с детьми с бронхиальной астмой, которая есть лично, и у Елены Александровны у всей нашей клиники, у нас есть опыт совершенно уникальный. Мы использовали этот препарат у детей с уникальный астер-гелеса, вообще других шансов каким-то образом помочь. Такие работы тоже есть о применении возможности применения у пациентов с какой-то патологией. Непонятие механизм никто не может описать за счет чего, но клинически потрясающий эффект. То есть эти дети сколько они там почти год по-моему были без обострений. Год безобострений дети, которые до этого госпитализировались каждый месяц с излучающими обострениями на фоне различной конфликции. Поэтому у этой темы есть безусловное продолжение. То есть на сегодняшний день мы пока можем только констатировать отношение детей с астмой, пациентов с астмой детского возраста, что даже если в качестве триггера наступает остров-респираторная конфликция, но это астма, у них анализумат будет эффективен, а в будущем я думаю у нас появится дополнительное сведение, позволящее нам его применять даже и еще у других категорий пациентов. Поэтому на самом деле ответ в пользу мнения Елены Александровны именно об этом я хочу вас узнать. Следующий вопрос. Миф номер три. Ремоделирование вот чего мы боимся? Моделирование дыхательных путей, когда пути назад уже не будет. И возникает законный вопрос. А вообще базисные препараты, используемые в терапии в амхиарной основе, они в какой степени могут предотвратить моделирование дыхательных путей? Давайте не просто помечтаем, давайте заберемся в этом вопросе. Пожалуйста, Донатий Айтихович. Глубоуважаемый председатель, спасибо за возможность обсудить эту проблему. Нам хорошо известны структурные изменения респираторных путей у больных с бронхиальной астмой. Это безусловный субэпителиальный фиброз, это гладкая гипертрофия, гладкая мускулатура дыхательных путей, увеличение сосудистой, то есть так называемая ангиогенез, это гиперсекреция слизи. Это хорошо изученные на сегодняшний день и доказанные вещи. Действительно, именно у больных с бронхиальной астмой мы видим утолщение базальной мембраны, эзенофильную инфильтрацию, которые и объясняют в конечном итоге формирование структурных изменений. Ремодерирование дыхательных путей у детей с различными вариантами обструкции по-разному наблюдается. Именно те дети, которые формируют астму, они очень склонны к тому, чтобы быстро перестроить свою структуру стенки бронхов, и это действительно факт, который требует безусловного раннего назначения базисной терапии с попыткой остановить этот процесс. Многие вирусные инфекции могут запускать этот процесс даже на стадии тогда, когда в самом первой появляются рецидивирующие бронхоабструкции. И именно те больные, у которых имеет астма, этот процесс становится неуклонным. В отношении препаратов, которые мы используем в качестве базисной терапии, есть много экспериментальных исследований и даже клинических исследований, где было показано, что когда мы назначаем топические глюкокортикостероиды или комбинированные препараты, они существенно предотвращают возможность формирования вот этой необратимой стадии. Именно назначение топических глюкокортикостероидов в этой ситуации могут существенно изменить прогноз течения заболевания. Аналогичные данные были получены в этом случае в экспериментальном исследовании на мышках, где было показано значение антиликотериенов препаратов в сочетании с глюкокортикостероидами, существенно предотвращали возможность формирования ремоделирования дыхательных путей. Отсюда и вывод. Назначение современных базисных препаратов – это прекрасный путь с попыткой предотвратить возможные структурные изменения только тогда, когда мы вовремя их назначаем, тогда, когда мы не ждём, чтобы у ребёнка развились осложнения или более тяжёлые течения, вовремя ставим диагноз, то тогда возможность предотвратить этот процесс у нас существует. Нам вполне достаточно наших базисных препаратов. Вы так всегда убедительны в своих аргументах? Голосование это показывается не всегда. Я думаю, что многие согласились если бы предложили. Но теперь давайте дадим слово теперь и вам. Спасибо, Лолоса Мурна. Я постараюсь переубедить. Несомненно, ремоделирование бронхов определяет течение астмы. Особенно это важно у детей. Ремоделирование, как Геннадий Азикович уже сказал, это и утолщение базальной мембраны, и гипертрофия гладких мышц, причём она значительная, и гиперплазии бакаловидных клеток и серозных желёз, и массовая гибель эпителиальных клеток. На сегодняшний день есть гипотеза по происхождению миофибробластов и гипертрофии гладкой мускулатуры у больных с астмой, и она свидетельствует о том, что да, при контакте с аллергенов, при развитии аллергического воспаления не только утолщается гладкая мускулатура бронхов, но и мезонхимальные клетки, миофибробласты, они начинают активно выходить из русла и увеличивать своё количество, наращивать. За счёт этого толщина стенок значительно увеличивается. Да, ингаляционные глюкокортикстероиды ингибируют ремоделирование, но не приводят к обратному развитию уже сформировавшихся структурных изменений дыхательных путей. И это было показано в различных исследованиях. Очень интересное исследование, которое было проведено, к счастью, не у людей, а у мышек, когда сенсибилизированным мышкам давали, собственно говоря, это было контролируемое исследование, их сначала сенсибилизировали овальбумином, а затем лечили флотикозонопропионатом. И исследование показало, что уже структурные изменения, они не возвращаются назад, не нормализуются стенка бронхов, а уже ингаляции флотикозонопропионата, которые проводятся через две недели, они никаким образом не действуют на уже возникшую ремоделирование дыхательных путей. Таким образом лечение постфактум не было эффективным. Несомненно, ингаляционные глюкортикостероиды могут уменьшить бронхореактивность у больных с астмой, но они малоэффективны снижение субэбиталиального фиброза. По данным фотографиям вы можете это увидеть. Утолщение базальной мембраны и отложение внеклеточного матрикса ниже базальной мембраны значительное, и оно сохраняется несмотря на терапию ингаляционными глюкортикостероидами. При этом назначение анти-ГЕ-терапии помогает нам предотвратить, переломить развитие болезни и нормализовать структуру бронхов, уже измененных под действием ремоделирования. На сегодняшний день вы видите вот эти фотографии, очень интересные фотографии, которые структурно показывают нам состояние бронхов до ксалара и после терапии. Вы видите, насколько оно изменено, насколько состояние улучшилось. Кроме того, очень интересное исследование по определению толщины стенки у пациентов с астмой на фоне лечения анти-ГЕ-терапии по влиянию амолизумаба на структурно измененную стенку. После 16 недель у пациентов на фоне лечения было показано, что область респираторных путей, что область респираторных путей по отношению к общей площади и толщина стенок значительно изменились после назначенной терапии. Соответственно, толщина стенок уменьшилась. Это четко показано, потому что в группе плацебо не было таких изменений. Здесь хочу еще раз подчеркнуть, что атопия и атопии рознь, как и астма и ремоделирование мы можем действительно предотвратить, назначая анти-ГЕ-терапию и переломить ход болезни. На сегодняшний день вопрос о протективном действии ингаляционных глюкортикстероидов и других препаратов, назначаемых обычно при стандартной стратегии лечения астмы их действие на ремоделирование дыхательных путей требует дальнейшего изучения и подтверждения. При этом у нас есть данные, что анти-ГЕ-терапия приводит к нормализации уже измененной структуры бронхов у пациентов с астмой. Интересно. Вот вроде бы две полярные точки зрения и в общем-то такие аргументы угольные подобраны каждому из вот этих обоснований. Ну, наверное, аудитория опять будет очень сложно сделать выбор. Тем не менее, давайте попробуем. Кого все-таки убедила Елена Александровна, пожалуйста, поднимите розовую бумажку. Кого убедил Инна Дядя Кович, вот эту зеленую, которая, мне кажется, издалека желтой. Что ж такое? И опять у нас в книге поделились почти что пор, мне сейчас чуть-чуть больше розовых. Розовых больше, к сожалению. Розовых больше, примерно 10-200 стало. 65. Да, ну, на самом деле, действительно, вопрос интересный, ведь астероиды, ну, в общем, конечно, это универсальная группа препаратов для того, чтобы остановить воспаление, это все знают, нет ничего более сильного для тогда, когда нам надо вот быстро оказать какой-то эффект, какое-то действие и этот процесс прервать. Но, что касается обратного развития, здесь все не так просто. К тому же, как, в общем, частично мы уже сегодня услышали, ведь сегодня появляются все больше данных о том, что это скорее не легкое переходит в тяжелую форму, а тяжелая форма, она уже есть изначально, и в такой ситуации нам тогда вообще бессмысленно обсуждать группу препаратов подобно стероидам, которые как бы доказать развитие этого ремоделирования. Тогда уж надо действительно делать весь упор на те ремоделирования, которые это ремоделирование каким-то образом могут его симптомам легчить. Тем не менее, надо сделать выбор в пользу одной точки зрения, и, в общем, что на сегодняшний день, конечно, приходится признать, что аргументы, которые использовала Елена Александровна, действительно более убедительны и имеют большую силу доказательства, чем то, что использовала Нина Диатисович. Поэтому, поэтому опять за позицию то, что на самом деле на сегодняшний день недавно существует о том, что на резюме все-таки нормализует гидропрофилу на мышечную околочку бланков именно за счет этого его действия. Ну, что Вы еще хотите нам сказать, коллеги? У нас следующий миф, уважаемая Ласа Мурна, это эффективность и безопасность средств, которые мы используем в лечении. Это краеугольный камень. Это действительно очень важная вещь. Мы используем препараты, которые недавно созданы, и пытаемся оценить их безопасность. Поэтому я хотел бы сегодня обсудить с Вами вопрос в отношении омолизумаба. У каких пациентов мы вообще можем достигнуть этот эффект? А какова должна быть длительность терапии? А есть ли у нас критерии безопасности использования этих генноинженерных препаратов? Как мы выбираем базисную терапию у больных, страдающих бронхиальной астмой? Мы выбираем ее на основании эффективности, экономичности, безопасности. Нас, конечно, волнует и, безусловно, доступность этой терапии для больных. Мы, конечно, используем в том числе и персонифицированный подход, когда мы можем выявить те или другие более важные факторы, которые могут повлиять на течение заболевания. Но факт остается фактом. Мы используем те препараты, которые есть показания к лечению таких больных, в том регионе, где есть доступность к этой терапии, и, главное, то, что мы получаем или не получаем эффект. А можно ли предсказать эффект атомолизумаба? Мы можем быть уверены, что, взяв этого ребенка на эту терапию, мы получим долгожданный эффект по контролю. Вот очень интересная была работа, проведена в свое время в Германии. Смысл ее заключался в следующем. Назначались больным 22 больным с тяжелой атопической астмой оболизумаб 4 месяца. В этой работе была использована уникальная методика определения свободного иммуноглобулина Е в сыворотке. Когда берется ребенок на терапию анти-ГЕ препаратами, дальнейшее изучение уровня сыворочным обычными методами ЕГЕ не проводится, потому что мы получаем ложные результаты. Здесь была специально разработана методика, которая позволяла выявить те оставшиеся ЕГЕ, которые не оказались связанными с кассаларом. Что они получили? Они получили, что в случае, когда у ребенка был, в данном случае это были взрослые пациенты, ответ на лечение был только у 77% пациентов, несмотря на то, что анти-ГЕ препарат оказал свое действие. Он связал ИГЕ в сыворотке крови, у него был этот эффект, ради которого вводили, но клинический эффект мы получили лишь у 77%. Я хочу сказать, что современные топические глюкокортикостероиды это очень безопасные препараты. Мы имеем прекрасный профиль безопасности у современных ингаляционных препаратов, и это доказано многократными различными исследованиями. Они практически не влияют на скорость роста, практически. Есть, конечно, данные о том, что они чуть-чуть влияют, это темповая возможно задержка роста, и касается она преимущественно терапии препаратами, которые можно отнести к препаратам, которые используются более редко в детской практике. Известно то, что плотность костной ткани не меняется при влиянии использования этих препаратов, то есть остеопороза возникнуть у них не может, и поэтому на сегодняшний день безопасность этих препаратов имеет просто безусловное значение. Мы понимаем, что мы назначаем препараты, которые могут иметь побочные действия, но при очень сверхвысоких дозах, когда мы используем их действительно длительно сверхвысокие дозы. В обычной практике эти препараты очень безопасны, и у нас, к сожалению, нет надежных предикторов успешной терапии геноинженерными препаратами. Мы не можем предсказать длительность, а сколько надо лечить? Год? Три? Всю жизнь? Современные глюкокортикостероиды отличаются действительно высоким профилем безопасности, поэтому мы так широко их используем в детской практике. Мы замахнулись на святая святая на безопасность препарата. Это серьезное заявление. Елена Александровна, у вас есть какие-то дополнительные аргументы? Я постараюсь переубедить вас, Лос-Мурну. Я постараюсь переубедить и вас, Кеннадий Азикович. Спасибо. На сегодняшний день есть исследования, которые подтверждают и подтверждают возможность использования галектина-3, как возможно, у предиктора эффективности назначения терапии анти-ИГЕ. Небольшое исследование, которое проводилось за рубежом, это было исследование у пациентов, у взрослых, проводились биопсии, которые были взяты из средней доли каждого легкого пациента до и после 12 месяцев лечения амолизумаба. И что мы видим? Иммуногистохимический анализ на данный предиктор, возможный предиктор ответа на лечение амолизумаба. Он показал, что у пациентов, ответивших на лечение амолизумабом, возможно использование его как предиктора для определения возможной дальнейшей эффективности лечения. Кроме этого, есть еще исследования и по определению совместной периостина, но об этом в следующий раз. Таким образом, галектин может быть прогностическим биомаркером ремоделирования дыхательных путей. Наибольшее изменение в данном исследовании было показано в гладких мышцах и белках именно внеклеточного матрикса. На сегодняшний день амолизумаб по принципу отрицательной обратной связи влиял на белки гладких мышц бронхов при тяжелой астме. Эти данные позволяют предположить, что амолизумаб может оказывать болезнь-модифицирующий эффект на компоненты ремоделирования. На галектин белок межклеточного вещества, и он может быть использован таким образом именно для прогнозирования эффекта назначения амолизумаба. Да, мы на сегодняшний день используем ступенчатый подход для контроля симптомов астмы. Мы назначаем базисную терапию, но разве мы рекомендуем прекращать базисную терапию? Мы ее пересматриваем, мы не отменяем ингаляционный глюк кортикостероиды. Это терапия базисная, терапия контроля. Поэтому почему мы должны отменять анти-ЭГЕ-терапию, если это базисная терапия для пациентов. В плане эффективности, в плане безопасности терапии я не могу не рассказать о таком очень интересном исследовании пациентов. Да, было небольшое количество пациентов, но они получали амолизумаб в течение шести лет. В течение трех лет они в дальнейшем наблюдались. И было зафиксировано улучшение течения болезни по сравнению с проведенным с группой контроля. У шестнадцати пациентов из восемнадцати не отмечалось ночных симптомов. Лечение амолизумабом позволило снизить объем терапии. Ну и уровень базофилов, уровень общего ЭГЕ, который также определялся, был значительно ниже, чем у пациентов группы плацебо с тяжелой атопической астмой. Таким образом было показано, что большинство пациентов с тяжелой астмой после шестилетнего курса терапии и дальше после отмены, после наблюдения в течение трех лет, они имели уже легкую и контролируемую астму. Еще одно исследование очень интересное у пациентов уже детского возраста. Исследование показывает о том, что пациенты наблюдались целых четыре года после лечения амолизумабом. И у всех пациентов на протяжении трех лет не было симптомов обострения астмы, не было госпитализации в отделении интенсивной терапии, не запланированных медицинских осмотров и необходимости в базовой терапии в течение периода. Только у одного из пациентов был эпизод легкого обострения, у пяти пациентов была достигнута ремиссия, и функция легких также улучшилась участие детей. Таким образом, анти-ГЕ терапия по минимуму улучшения контроля над астмой у детей со средне-тяжелой и тяжелой астмой смогла модифицировать естественное течение болезни. Но, конечно, на сегодняшний день необходимо еще дополнительное исследование. В плане длительности есть очень интересная публикация, где написаны результаты моделирования. Моделирование назначенной терапии иммуноглобулина Е в течение различных периодов в определенной дозе 375 мг, в течение различных периодов одного года, трех лет или пяти лет. Было показано, что продукция иммуноглобулина Е уменьшается на фоне течения на фоне самого лечения всего периода. И чем дольше период лечения, тем на более длительный срок это лечение позволяет снизить уровень иммуноглобулина Е. И этот эффект пролонгирован, даже остается после прекращения лечения. Очень интересное исследование. Это когорта пациентов. на сегодняшний день обсуждается, конечно, вопрос назначения ингаляционных глюкортикстероидов и высокие дозы препаратов данных у пациентов. На сегодняшний день они, конечно, ниже, чем мы назначали раньше. Результаты сопоставимы с когортой детей тяжелой астмы. Одна когорта детей следовала с 1993 по 1997 год, и вторая когорта за период с 2003 из 2007 год. И да, влияние ингаляционных глюкортикстероидов на рост все-таки есть. И разница в снижении скорости роста между средними и низкими дозами ингаляционных кортикстероидов составляет на сегодняшний день 2 мм. Исследовалось большое количество наблюдений и огромное количество пациентов с легкой и средне-тяжелой астмой. И дети получали разные ингаляционные глюкортикстероиды. Но эффект на рост не зависел от самой молекулы ингаляционного глюкокортикстероиды. Еще один систематический обзор, который показывает на влияние на скорость роста у пациентов с астмой, в общем-то, также говорит нам, что использование длительной ингаляционных глюкокортикстероидов может снизить скорость роста. Поэтому нужно помнить о том, что пациенты, получающие базисную данную терапию, должны обязательно регулярно контролировать этот объем. Таким образом, на сегодняшний день есть еще и Кохрановский обзор, который показывает, что амолизумаб эффективен и безопасен у пациентов со средне-тяжелой и тяжелой астмой, неконтролируемой на средних и высоких дозах ингаляционных глюкокортикстероидов. Да, на сегодняшний день продолжается активный поиск различных возможных предикторов успешной терапии астмы. Это может быть и галектин-3, и переастин, и какие-то другие молекулы. Накопленный опыт использования данного препарата в реальной клинической практике, он позволяет нам сделать вывод о высоком уровне безопасности применения его у пациентов детского возраста со средне-тяжелой и тяжелой астмой. Спасибо, Лена Александровна. Действительно, такая тема сейчас, в общем, тяжелая для нас. Мы ведь с вами, я бы сказала, даже на время ни одной не слить, уходили вот эту тему с амболиционными астероидами, током, а как будто бы успокоились, что там абсолютно безопасно, как подошли новые исследования, и мы поняли, что все-таки мы должны быть очень предельно внимательны в этом вопросе. Еще обратите внимание, висит, исследования берут какого-то детей, которые дышат правильно, то есть правильно в пользу технику амболирования, а если она нарушается, вы сами знаете, сколько в одном системных эффектах он еще получил. Но, тем не менее, вопрос о безопасности нового препарата, он тоже не случайен. Каждый из нас понимает, какое на поле, где используется совсем новое, полученное иным путем, очень технологичное, высокотехнологичное, инженерно-инженерным путем препарата, конечно, еще с безопасностью смотрим на их профиль безопасности, на соотношение эффективности безопасности. Поэтому, любой из аргументов, который сегодня был представлен, он, конечно, нами воспринимается с повышенным вниманием и, безусловно, переоценивается много раз. Поэтому, сегодня, вот сейчас, отвечаю для себя на этот вопрос, пожалуйста, вновь, еще раз, помните все, что рассказали сегодня Геннадий Айсикович и Елена Александровна и подумайте, достаточно ли для вас на сегодняшний день вот сегодня было доказательство того, что накопленный опыт и научный, и практический говорит о высоком уровне безопасности нового ген-инженерного препарата и о том, что мы можем его спокойно применять у наших пациентов детского возраста со средней тяжелой и тяжелой астмы. Пожалуйста, давайте проголосуем, кто все-таки считает, что нам достаточно этих данных, поднимите розовые листочки, кто сомневается, поднимите зелененькие. Коллеги, придется выразить сомнения, потому что все, кто ничего не поднимает, нам портят статистику. с небольшим перевесом, но розовое дело. Хотя, к сожалению, очень многие не поднимают вообще листочки, поэтому это, конечно, не совсем достоверно голосование. Но, действительно, на сегодняшний день, в общем-то, у нас с одной стороны вроде бы объявляется все больше данных о том, что есть некие биомаркеры, которые позволят нам в будущем с большей уверенностью прогнозировать эффективность применения, например, этого геноинженерного препарата, который мы сегодня разбираем, изума. В другой стране еще и еще раз мы с вами должны понимать, что астма, так же, как и сахарный диабет, и, не знаю, гиперхроническая болезнь, многие другие хронические болезни это именно хроническая болезнь, нуждающаяся в постоянной терапии. И вот эти надежды на то, что сейчас я вот пряму курсом что-то, мне станет легче, и я это отменю, к сожалению, до сих пор, понимаете, занимают умы и не только пациентов, но и их леча врачей, а это ведь не соответствует действительности. Поэтому отвечая на этот вопрос, конечно, мы должны согласиться с Еленой Александровной, что у нас на сегодняшний день в общем-то весной обедительные данные о безопасности препарата, и у нас есть перспективные геомаркеры, которые мы будем применять. Спасибо моим замечательным как это, участникам нашего сегодняшнего заседания. Я думаю, что мы сегодня в общем можем, наверное, уже и, как говорится, сбросить маски еще раз, подчеркнуть, что, разыгрывая перед вами это заседание, мы, конечно, хотели разобрать разные аспекты, но в конце еще раз подчеркнуть, что на самом деле у нас нету разногласий, и все мы, занимающиеся этой нелегкой темой, применением, в частности, нового геноинженерного препарата для лечения детей с астмой, естественно, много-много раз задавали те же вопросы и сами себе. Понимаете, приступая к использованию нового, хоть и очень перспективного препарата, хочется нам, идя там прежде всего быть уверенным в том, что он не только эффективен, но, как мы всегда говорим, и безопасен для наших пациентов. Поэтому все эти вопросы мы пропустили через себя, мы прекрасно понимаем сомнения тех, кто еще не начал использовать его у своих пациентов. Но вы совершенно правы в том, что решили разобраться с этим вопросом, вы совершенно правы, что задаете эти вопросы и себе, и другим, и мы очень надеемся, что те ответы, которые мы вам сегодня подготовились, могли убедить вас в том, что на сегодняшний день этих данных достаточно. Относительно перспективы, ну, давайте, Антон Дядьикович, уже выходите из роли, садитесь за то, расскажите о перспективах. Елена Александровна, я вас тоже прошу сюда ближе. Уваженные коллеги, позвольте высказать свою точку зрения, она не совсем всегда совпадала, это мнение редакции может не совпадать ни в нем автора. Так уж сложилось в этой жизни, что чаще всего я высказываю точку зрения, которая может не всегда соответствовать современным представлениям о диагностике, лечении тех или других заболеваниях. Но так уж сложилось. На самом деле у нас нет расхождения ни с Ленцаной, ни с Лесомуром, ни с основными специалистами, кто занимается этими проблемами. Конечно, у нас хорошие препараты для достижения контроля. Мы привыкли к ингрессионным люкопортикостероидным препаратам, комбинированным препаратам, они нас устраивают во всем. Но у нас есть и другая как будто банка, которым, несмотря на проводимую терапию, мы не получаем неудержданного эффекта. И не надо замалчивать не надо скрываться надо реально смотреть. Ребенок, который получает полторы тысячи микрограмм готового препарата в течение трех, пяти, там, не знаю, больше лет, мы прекрасно понимаем, что такая ситуация не должна быть. Мы наверняка получим возможные те помощные действия, которые описаны для этих препаратов. У нас есть прекрасный другой путь. У нас созданы современные геноинженерные препараты, зарегистрированные по показаниям шести лет у детей со средней тяжелой тяжелой астмы для лечения. И поэтому в этой ситуации не назначить им этот препарат, не использовать весь наш финал, значит, по сути дела, сделать невозможным в дальнейшем нормальное существование. Поэтому весь смысл сегодня, я так понимаю, высылан он. Обсуждение этой проблемы заключалось в том, что мы могли обсудить современное состояние положения дел, возможные перспективы, возможные использования и перспективы у антигейер препаратов действительно серьезные. Мы знаем, как мы успешно лечим больных, у которых так называемая гипотическая крапивница, и мы получаем эффект на антигейер препараты. Вы сегодня упомянули прекрасный эффект у больных с мукулистидозом. Вы же знаете последнюю попытку создания классификации лирологических кредитов, где на четвертой ступени выделяется целая группа больных с персистирующим ринитом, хроническим, ну, извините, персистирующим аллергическим ринитом, в котором, по мнению специалистов, возможно, будут поставлены когда-либо показания использования антигейер. Это действительно уникальный препарат. Мы сталкиваемся с ситуацией, по сути дела, безальтернативной. На сегодняшний день возможно нести использование аналогичных препаратов. Поэтому не использовать это нельзя. И второе, что я хотел бы заметить, что надо видеть этих больных, надо пожелать их увидеть, надо войти, войти буквально в шкуру этих пациентов, их родителей, которые хотят увидеть перспективу. У Научного центра здоровья детей колоссальный накоплен опыт по использованию антигейер препаратов. Они ведут абсолютно нормальный образ жизни. Дети, которые, по сути дела, были инвалидами с этим заболеванием. Не использование этого лечения в конечном итоге может это приступать. Спасибо, Нина Дяйевна. Челяна, вы будете добавлять? Ну, я только хочу два слова буквально сказать, что действительно те вопросы, которые сегодня озвучил Лол Смурна, те ответы, которые мы подготовили, мы предположили, что это именно те вопросы, которые могут беспокоить вас. Те вопросы, о которых вы задумываетесь, назначить или не назначить эту терапию. Очень хочется надеяться, что теперь у вас все-таки сомнений не будет. Спасибо. Я согласна с Денией Натальевич Васильевич и Еленой Александровной. Мы идем по нелегкому пути назначения длительной терапии пациентам, которые не всегда чувствуют себя плохо. Мы же с вами прекрасно понимаем, что астма это такой волнообразный процесс. Это так же, как с антибиотиками. Как только человеку с температурой становится лучше, он уже бросает антибиотик, ему кажется, он уже поправился. Чисто психологически человеку очень тяжело продолжать принимать препараты, тогда, когда его состояние, например, уже вроде постабильное. И вот эта оговоренность и, собственно, следование нашим, приверженность нашим рекомендациям, это большущая проблема современной медицины, когда уже вроде и препараты нестарушие, и рекомендации составлены, и докторам обучены, и вроде бы все одно и то же назначают, но одни пациенты это принимают, а другие нет. В этой ситуации, конечно, появление нового класса препаратов, которые в том числе помогают уменьшить объем другой медикаментозной терапии, это тоже очень важно, потому что это всегда повышает приверженность назначенной терапии, когда объем или кратность снижается, или количество препаратов снижается, это однозначно идет в плюс, особенно если речь идет о детях маленького возраста. Еще раз повторюсь, мы, безусловно, очень благодарны самосоздателям и производителям глинационных сторонов, потому что это, конечно, абсолютно иная эра в аллергологии, с тех пор, как они появились, ушли в прошлое эти жуткие капельницы многочасовые с каким-то невероятным сбором, с которых мы начинали, и, собственно, до сих пор вот глянусь, иногда по ночам когда просыпаюсь, меня мучает вопрос, как эти несчастные дети все выживали, вот после этих всех жутких капельниц, когда всем известно, что сочетание в одном флаконе, например, там, глюконом с элфелином, который мы все время наливали, да, это вообще остановка сердца практически моментальная, вот, тем не менее, действительно, в несколько последних десятилетий счастье для нас мы имеем в своем арсенале потрясающий порядок препаратов, инъекционно-стероидов, но у них есть обратная сторона, мы не должны о ней забывать, и неправильное использование этой группы препаратов тоже чревато различными неприятностями. Никто не говорит о том, что применение генно-инженерного препарата сразу же уводит вас к другой терапии, естественно, об этом речи не идет. Мы, может быть, хотели бы продемонстрировать и более, когда, наступлением более быстрых и однозначных ответов, как, например, при ревматических болезнях, да, когда мы буквально после первой же инъекции получаем там лихорадка уходит, сустав весь изопухший раз и вдулся, и вообще ребенок чуть ли не сразу побежал. Конечно, у астматиков немного другой, то есть, немного, сильно другой патогенез, это другая группа болезни, поэтому здесь особые механизмы в инъекции геном-инженерных препаратов, в том числе МТГЕ, но, тем не менее, эффект мы видим, и видим его достаточно длительно, уже, как показала Елена Александровна, даже после того, как препарат был отменен. Это тоже очень большой знак. Но, в любом случае, мир не стоит на месте, появляются новые данные, и мы, конечно, будем с удовольствием рассказывать вам о тех новостях, которые будут появляться в деле вот этой непростой истории с поиском аргументов для применения естественно-эффективного и естественно-безопасного нового гена-инженерно-биологического препарата в лечении детей с астмой. Вам большое спасибо за внимание. Спасибо за внимание.